Пожалуйста, задать вопросы, потому что об этом сельском хозяйстве мы в марте месяце говорим, и мы вот вла-вла-вла с марта месяца вот это делаем. И сегодня мы тем же занимаемся. Сколько пострадала конкретно первая группа? И 100% урожай сколько пострадало? Скажу. По первой группе пшеница на 100% пострадала 12 707 гектар. Вы не понимаете, что я вам говорю. Сколько было посевок первой группы? Образно 20 тысяч, из них 12 пострадало. Я вот это хочу узнать, а не 12 тысяч, а не 40 тысяч. И у нас первая группа пострадала больше 12 тысяч. Вы что-то не то говорите? Нет, я говорю на 100%. Это 100%? Вся пострадала площадь. В раз по первой группе было... Сейчас, стоп, стоп, стоп. Вот человек взял с гектара 200 килограмм. И он что, не на 100% пострадал? Нет. А на сколько он пострадал? На 99,9. И мы когда говорим, что сейчас мы увеличиваем на 7 миллионов лет, у нас только одно хозяйство, вот такое средненькое хозяйство, влетело на 10 миллионов лет. На 10 миллионов лет. И когда мы делаем какой-то закон о субсидировании, ребята, мы его... Вы не забыли, как мы его 4 месяца пытались снять этот закон о субсидировании? Как Ирина Федоровна вот так грудью вот здесь защищала и говорила, надо снять, надо снять субсидирование, не надо, надо спрятать деньги в больнице. И мы сегодня даем 7 миллионов лет. На что даем? Кому даем? И сегодня просто процентном отношении. И 100% пострадало 70% из них. Со второй группы, сколько пострадало? Вы не то говорите. Вы сейчас не оставьте вот эти общие доклады же. Говорят эти, кто каких даров конкретно пострадало и какую помощь мы можем предложить. Не надо сейчас эти доклады. Доклады надо было делать в марте месяца. Делали в марте месяца. Не делали в марте месяца. Вы, Андрей Петрович, вот тут доказывают. Владимир Николаевич, журбисов. Вы доказывали вот здесь. Эй, Владимир Николаевич, что они плачут, что они понят. Пока не пошли, вас не вытащили. Откуда вы даже не вспомнили, что у нас сельское хозяйство. И во-вторых, с сельхозниками сделали целый комплекс мероприятий, чем надо помочь. А нам не доклады нужны. Нам сейчас нужна помощь именно сейчас в сельском хозяйстве. Помните, вот Николай Семенович говорит, дерев в шкуру не убит, а люди, когда в осени не будет хлеба, тогда начнем говорить. Мы это в марте месяце говорили. Тогда была не пандемия была страшна, а страшна была засыпь. И вы сегодня опять начинаете говорить о каких-то докладах. Вот пострадало, столько пострадало, что конкретно меры, что мы предпримем, мы должны принять. Вот это. Оставьте эти докладки. Вы сами стали спрашивать, сколько пострадало. Да. Я вот к этому и не говорю. Говорю. И коль была такая сильная засуха, пострадало все площади. Сто процентов. Сто процентов все площади пострадали. Вот это и говори. Сто процентов. Первая группа, сто процентов. Вторая. Что делаем дальше? Почему? Уважаемые, давайте, как надо, мы можем говорить по проценту. А теперь секунду сета, перестаньте у них адвоката. Сегодня, а вот как, эй, из-за об этом говорили вот все депутаты здесь. Сколько мы об этом говорили? Когда мы начали говорить об этом? Что катастрофа в сельском хозяйстве. Это нам надо было сейчас вспомнить. Это нам надо было вспомнить первого сентября, что школы надо готовить. Мы об этом вспоминаем. И не забывайте то, что субсидии. Сколько раз вытаскивала, госпожа, в лак вот сюда вытаскивала, что мы эти субсидии снимали. Сколько раз? Вот здесь вот вспомните. Сейчас, как только жареный петух, в одно место мы вспомнили о сельском хозяйстве. Что будем делать? Не надо так. Мы уже знаем, что у нас сто процентов нету. Ни первая, ни вторая группа. И сейчас еще хуже. Дождей не показывает. Смотрю, дискую, пыль столбовцает. Людям некуда засеиваться. И неужели мы не могли сделать прогноз в марте месяце, что вторую группу уже не сажали? Потому что она показывала, что не будет урожай. Надо было дать команду во всем и остановить все. Хоть бы люди не введели на второй группе. Нету прогноза, нету работы. И когда выходит еще какой-то хлеб, я поранил, слушая, израиль. Орошаемый поля, нету только. Ходил, я думаю, Аллах, вот мой запище, иди. Вот израиль, они дураки, они орошают, но у них получается урожай. Мы об этом хотим говорить. Готовые ирригационные системы в Итулии разболбили, раз долбали, сняли. Ну, конечно, сняли. Где вы были тогда? И говорим с начала года. Сделайте программу по ирригации всех полей, как обусить. Почему это не делать? Почему не делаем? Просто 100% пострадало, 20% пострадало. Дайте на 5 миллионов туда. 5 миллионов сейчас скинем на сельское хозяйство. Раскинем по своим, кто пострадал, а остальное-то горяло всегда синий пламя. Пшеницу украли, это украли. Вот эта пшеница сейчас резервный фонд должен был быть здесь. Вот тут всем сельхозникам помогать. Они красиво говорят, что у нас пострадало столько-то, столько. И ваша вина в этом, Андрей Петрович, как начальника управления сельского хозяйства. Продолжение следует... Продолжение следует...